Ты имеешь денег ровно столько, сколько ты желаешь. Потому что вселенная даст тебе ровно столько, сколько ты желаешь. Ты создатель своего бытия. То пространство, в котором ты живёшь, создал ты. Оно равно тому, что у тебя в голове. Принятие денег — это отдельная тема. Для этого очень важно посмотреть, сколько у тебя денег в кармане. Деньги — это такой, знаете, самый жёсткий фактор. Ты можешь достать из кармана и посчитать, и понять, сколько ты стоишь. Ты можешь думать, что ты стоишь больше, но это не то. стоишь ровно столько, сколько за тебя платят, сколько у тебя есть. Потому что мир, он адекватен. Когда тебе не платят, значит, ты неадекватный. Ты предоставляешь услуги по цене неадекватные, поэтому к тебе не идут. Чтобы принять и проработать, очень важно, смотрите, сначала ты оцениваешь то, сколько ты стоишь, сколько есть у тебя сейчас. Если ты зарабатываешь тысячу долларов в месяц, все бытие твое стоит тысячу долларов в месяц. Ты можешь потом это проверить. После этого ты должен увидеть картинку, почему ты хотел бы. Сколько бы ты хотел в твоих иллюзиях. Допустим, я хочу их с 10. И представляешь, что ты зарабатываешь уже не тысячу долларов, а 10 тысяч долларов в месяц. И тогда, что бы я себе купил, если бы у меня было бы десятки? В какой бы обуви я ходил, в какую одежду бы я носил? Часы какие, трусы какие. Очень многие женщины на трусах вообще там клин просто. Потому что дорогие трусы никто не носит, оказывается. Очень мало женщин, которые позволяют себе дорогое нижнее белье. И на их самооценку это очень сильно влияет. Мужчины очень сильно обесценивают одежду, аксессуары какие-то. И они сильно переоценивают машину. Хотя машина – это такая статусная штука. Но ты должен купить что-то за тысячу долларов. То есть за свой месячный доход, который сейчас. Что произойдет? Ты должен принести из того мира иллюзорного, в котором ты еще не находишься, какой-то небольшой артефакт сюда. И, допустим, за тысячу долларов что ты можешь себе купить. И нужно смотреть. Очень важно, чтобы тебя колбасило. Прям, да, там обувь за тысячу долларов, чтобы с ума сходил. Или, там, сумку за тысячу долларов, майку, может быть. Может, нижнее белье за тысячу долларов. Я не знаю, что это будет для тебя. Но то, что ты сильно обесцениваешь. Берешь то, что самое обесцененное, чтобы ты никогда не взял. И тебя будет колбасить. Потому что, когда ты принесешь свое буттие за тысячу долларов, тысячедолларовый пиджак, у тебя даже в вешалке не будет дома, куда повесить. Потому что, кажется, запачкается, поцарапаешь, порвешь, еще что-то. И в этом моменте очень важно, не нужно ложить это, знаете, в саркофаг стеклянный, с подсветкой, чтобы оно вертелось и чтобы ты не носил. Очень важно эту вещь потом носить. Месяц, первые три месяца человек не может принять новую вещь. Его колбасит из стороны в сторону. Он думает, это очень дорого. И кажется, что всех голодающих детей Африки можно было на эти деньги спасти. Лучше подал туда, на благотворительность. После этого, когда ты это переборол, ровно через полгода включается эго. Тебе кажется, что ты принял, но это гребаная гордыня. И ты начинаешь всех мерить сумками, часами, носками, трусами. Если у человека трусы дешевле, чем у тебя, то с ним не разговаривай. И в этот момент ты получаешь корректирующие события со стороны Вселенной. Волшебный шапала у тебя начинают деньги отнимать потихоньку. Ты начинаешь в доходах падать. Если ты вовремя не переобуешься, ты упадешь ниже, чем ты был до этого. И поэтому к психологу ходят на подъеме, на пике, чтобы не было вот этого кипка. Вот и все, весь процесс. И каждый раз он происходит заново. Если тебе кажется, что сегодня вещь за тысячу долларов это сильно дорого, когда ты дойдешь до десятки, тебе нужна будет вещь за сто тысяч. Оно будет, их там, десять постоянно. И проблема будет, знаете, когда? Проблема будет тогда, когда иксов больше еще не хватит, потому что мир не такой дорогой, оказывается, как мы думаем. На самом деле проблемы начинаются тогда, когда ты за деньги ничего не можешь купить. То есть когда ты уже купил все, наделся материальным, в этот момент начинаются проблемы. Какие проблемы? Смысл жизни и миссия. А это уже совершенно другая история. Миссию, чтобы найти, нужно потратить, я так понимаю, от полугода до года. Три раза в неделю ты ходишь к коучу, ты говоришь, у меня денег овер до хера, жизнь скучна, велкам. Мы будем искать с тобой смысл твоей жизни, миссию. Это там распаковывать и распаковывать, потому что мозг очень умный. Но если у тебя денег нету, поднял жопу и пошел работать. Все.